Я не могу согласиться с военными действиями. Ваша светлость, оставить Москву значит понизить и без того невысокий боевой дух солдата. Я предлагаю ночью перевести войско с правого фланга на левый и с утра ударить по правому крылу французов. Таким образом мы разобьем французскую армию и не пустим Бонапарта в Москву. Тогда идею дать бой Наполеону отклонили. На совете филях 1812 года Кутузовым было принято решение сжечь Москву. Об этом не понаслышке знают эти ребята. На протяжении нескольких недель они изучали историю, готовили сценки, задания, номера, костюмы и декорации. Сегодня свои роли они воплощают в жизнь. Я дружинник Донского, Куликово поле. Я играю солдата 1943 года, участвовавшего в битве под Прохоровкой. Я играю здесь в Кутузово из периода Отечественной войны 1812 года. Несколькими этажами выше воссозданы события Великой Отечественной войны. Закрытыми глазами первокурсники стараются разминировать бомбы. Помогать им могут только однополченцы с помощью рации. Проект «Три ратных поля России» проходит в Сургутском политехническом колледже уже более 10 лет. Ежегодно в нем принимают участие около 700 первокурсников. Старшие курсы для них традиционно создают три знаменательных исторических события – Куликовскую и Бродинскую битву и сражение под Прохоровкой. Наши студенты – это четвертое поле, студенческое поле Куликово. И мы назвали одну из составных частей нашего проекта «Три ратных поля России» «Молодежный образовательный стандарт», который ребята сегодня пишут сами. Они, создавая газету, понимают, кто они – герои сегодняшнего времени, что они, как молодежь, могут внести в развитие нашей страны и понять в себя, кто он такой сегодня студент. Организаторы уверяют, что для первокурсников это мероприятие своего рода – курс молодого бойца информационного фронта. И по итогам каждый получит свои звания. Кто-то исторического спецназа, кто-то ратника или небывальца. Сегодня линия фронта проходит в наших умах и в наших сердцах. И поэтому, если у человека нет корней, если он не знает своей истории, то он очень легко может быть управляемым человеком. Вот нам очень хочется, чтобы наши студенты имели свою позицию, имели свои знания, прекрасно понимали историю своего отечества, гордились этой историей, понимали свое время, в котором они живут, чтобы не так легко им было попасть в какие-то сети, которые сегодня, как духовные ловушки, расставлены практически везде и всюду. Для первокурсников проект закончится только в сентябре. Победители отправятся на туристический слет. Виктория Дрягина, Денис Зонов, Сургут, Интерновости.